А прикинь, ладно, вот такая еще ситуация. Я выхожу перед, например, строем ментов, милиционеров, простите, вот, и, например, начинаю им выкрикивать математические задачи, например, квадратные уравнения. Да. А они потом возвращаются домой и плачут. Да, хикардио. Потому что они их не могут решать, понимаешь? Не могут решить, и они испытали боль. Ну, что мне здесь теперь? Двадцатка, потому что я много причинил боль сразу большому количеству сотрудников полиции. Оу, всем привет, это Куджи-подкаст, подписывайтесь на наш канал. Пока всемирная история медленно шла к своему концу, Великая Россия отбросит комплексы государственности, прогресса, науки и культуры, спокойно отдыхала на одной шестой части северной. Мы специально выбрали такую песню, которая развивается столько, сколько... Алиса, выключи музыку. Ты понимаешь, что мы сейчас слушали просто, ну, какое-то интро только к песне, к этой, длится минуты три. Шесть песен, там, из которых меньше десяти минут нет. Вступление в песню заняло столько же времени, сколько они выпускали этот альбом. Нет, вступление к песне заняло столько же времени, сколько, блядь, длится альбом Kanye West, если что. Да, а почему такой мемчик это стал, группа Tool выпускать? Как Tool, группа Tool выпускает впервые альбом за сколько? Тринадцать лет. За тринадцать лет, просто они... Я, короче, с группой Tool познакомился, я по обмену в Америке был, и познакомился там с парнем, которого звали Майкл. И Майкл, он был, ну, как по-нашему, на учете в милиции стоял. Вот, и он при этом был такой, знаешь, как вот типичный начинающий злодей. То есть он был очень умный, и мы с ним быстро нашли общий язык, потому что, типа, мы, это был девяносто девятый год, мы, типа, с ним нашли учебники по HTML и стали писать сайты просто по приколу сами. И он мне показал группу Tool, и я ее слушал, потом вышел альбом, потом мне было похуй, я не тот человек, который ждал, типа, этого дико. А потом вдруг появилась информация, что он снова выходит, и я вдруг понял, что предыдущий альбом вышел в 2006 году, прошло 13 лет. Они много говорили о том, что выйдет, альбом выйдет. И вот он вышел, он сразу занял там чарты при условии, там первая песня, сингл с альбома, он был, ну, типа, когда он вышел на YouTube, он занял первое место, при том, что сама песня длится там 12, по-моему, минут. То есть он вылез в тренды, стал самым просматриваемым видео. Вот, и самое крутое, конечно, то, что у меня так давно не было. Вот, когда раньше музыку слушал, ну, там, в школе, например, бывает, что слушаешь музыку, и она прям, знаешь, типа, вот, заставляет тебя эмоции испытывать. А потом, когда становишься старше, уже слушаешь под собственные мысли. Знаешь, там, если у тебя хорошее настроение, что-нибудь типа улучшить. Вот. И забываешь, что бывает такая музыка, которая просто пробивается и прям берет, и тебя за сердце хватает. И я, когда вот эту песню слушал, Нюма, у меня прям мурашки были. Это было прям очень круто. Да, я послушал альбом, кстати. Ну и как? Ну, прикольно. Прикольно? Да, да. На Ютьюбе есть куча чуваков, которые делают обзоры. Знаешь, у них, типа, такой жанр реакции. Да, да, конечно, конечно. И они в основном такие, типа, чернокожие, и в основном они всякие рэп обозревают. И вот они почти все сделали обзоры на Тул, и они все очень комплиментарные. То есть чуваки прям говорят, что это очень крутая музыка. Типа, очень круто. И это, конечно, ужасно приятно, что... Ты прав, это очень длинная песня. Очень. Не, я пошутил, на самом деле. Это красиво. Такая песня, одна из самых длинных, она 15 минут. Слушай, я скажу банальную вещь, но одна вот в топе, в топ-3, в топ-5 моих любимых вообще групп музыкальных входит Led Zeppelin. И вот у Led Zeppelin классически очень длинные тяжелоблюзовые вступления в свои песни. Ну, очень длинные. И ты согласитесь, совершенно оно не напрягает. Единственная проблема, что ну нужно слушать. Нет такого, что там если сильно отвлекаешься, возвращаешься, не можешь ну... Ну, целое произведение. Баллада, они же поэтому называются. Рок-баллада, это вот такой... Я всегда думал, что рок-баллада, это под чем медляки. Под чем медляки. Ты согласен с утверждением, что песни U2 это лучшие песни романтические для мужчин? Знаешь, было в конце 90-х, вот так все говорили, что песни U2 это лучшие романтические песни для... Ну да, конечно. Мне некоторые песни сильно нравятся. Ты смотрел этот фильм «Отель на миллион долларов», где был саундтрек? Вот у песни U2 есть одна песня, написанная на стихи Салмана Ружди. И вот, по-моему, вот эта песня звучала в фильме «Отель на миллион долларов». Очень странный фильм, где у Мэла Гибсона рука из позвоночника росла. Ты не помнишь? Нет. Нет, я бы запомнил такой. Да, прикольный фильм, такой странный он какой-то. Да, и на стихи Салмана Ружди тоже ничего. У меня так один раз было, я выходил из метро, кажется, Каховская, и мне навстречу свой мужик один в один, как Салман Ружди. Я думаю, так вот где-то скрываешься на Каховской. На метро Каховской. Мы позднее всех должны обсудить, как тебе реакция интернет-сообщества на клип главы лейбла «Блэк Стар» и главы лейбла «Лу Гэнг» про Москву. Ты видел, какое количество дизлайков? Я просто такой, ничего себе. Ты когда-то забыл лайки купить просто. Ничего себе, я думал. Ты закидываешь, закидываешь, и такой забыл проплатить лайки. Такой, блядь, точно. Но это очень смешно. Я не знаю, как. Я не втираю дичь. Я в пятом поколении москвич. Не хожу на митинги и не втираю дичь. Это писал либо чувак, который безумец, либо какой-то гений, понимаешь? Как вообще такой текст мог появиться на свет? Ну, то есть, если все дедлайны просраны, и тебе нужно срочно задавать патриотическую песню, и ты просто начинаешь... Представь, есть дедлайн по сдаче патриотической песни. А он сто пудов есть. Это уже... Ну, да, да, да. Какая твоя... Вот ты можешь... Такого, как Путин. Такого, как... А, вот это топ твой. А ну, попроси, включи Алису. Алиса, включи песню «Такого, как Путин». Включаю «Поющие вместе». Песня «Такого, как Путин». Там. Смотри, а мне нравится больше всего, мне нравится песня... Виталий Гагунский, ты помнишь, кто это? Это из «Универа». Это он поет? Нет, это его дочь. Тут клип, конечно. Не надо. 124 дизлайка. Он расскажет, слушай. Смотри, что он говорит. Смотри, что он говорит. Нам надо всем дружить. Правильно и вверхно по закону жить. мир владимир не видишь клип тут самолеты летают я понимаю это автор легендарной песни шняга шняжная жизнь общажная правильно же да ты не путай это это в сериале это другое немножко да это от души сразу я не знаю как можно дальше это у меня вопрос вот смотри вот на данный момент все вот наши ровесники более или менее здравомыслящие короче смотри все наши ровесники на данный момент они между дилеммой что делать чью сторону принять смысле какие есть вариантов а вариантов просто вот где-то вариантов просто но пожить своей жизнью они сужаются они сужают пожить своей жизнью да но ты сейчас ты вопрос то закончить типа вот мы хотим выяснить чью сторону принять типа за путина мы или против путина что мы так типа так так разводим нашу жизнь теперь но нет я так не разводит если разводишь твою жизнь так свою жизнь это как бы очень странно потому что в этом смысле ты как бы берешь и все что ты сделал своей жизни все чего ты добился ты сводишь слушай вот благодаря путина либо путин тебе не слушай я лишь хочу сказать что обе пропаганды и оппозиционная пропаганда и государственная пропаганда не очень агрессивную ведут политика конечно агрессивную пропаганду внутри вопрос лишь в этом нет слушай я пытаюсь просто сволишь разобраться у меня нет точки зрения очень все просто вот ты как бы есть твоя собственная жизнь и ты несешь за нее ответственность как только человек как только достаточное число людей это поймет да станет ситуация будет такая как сейчас потому что вот смотри мы говорим про себя но мы с тобой мы как ни странно продукты системы мы все вот мы выросли сформировались начали работать и заработали какие-то деньги при путине поэтому любой человек ну как бы любой такой прокремлевский человек скажем так в интернете ткнет тебя он скажет ты чё ругаешь путина ты при нем ну типа заработал при ельцине бы ты бы не заработал например такой аргумент правильно логичный аргумент нормальный да логичный вот на самом деле никогда не было такого рода споров ни с кем ну ты же у тебя нет твиттер это вот и все вот все такие споры они в твиттере где все ноют вот и эта история про то что на самом деле на самом деле это неправильный аргумент потому что он сводит все к режиму то есть все твои заслуги они либо благодаря кому-то типа тебе позволили ли ты состоялся ты должен быть теперь благодарен это неправда понимаешь ты не благодарен но ты не должен быть благодарен но тот факт что мы с тобой мыслим в этих категориях просто означает что мы слишком сильно пропитались пропагандой и все протесты вот которые происходили это протесты не людей нашего возраста то на самом деле а людей помоложе которые как ни странно всю свою жизнь жили при путине но вообще по-другому видят мир понимаешь поэтому это выбор не про нас мы этот выбор уже сделали ну хотим мы этого или нет или его за нас сделали потому что условно 15 лет назад 10 лет назад у нас была возможность выйти мы не вышли по каким-то своим причинам когда мы были такие же молодые как эти ребята сейчас и мы не вышли все мы сделали свой выбор они сделали другой выбор и единственное что можно тут сделать это поддерживать их выбор понимаешь уважать его по крайней мере потому что будущее за ними но типа во власти люди которые вот они если представить себе человека как такую длинную херовину да их большая половина она уже в прошлом они отжили свое хочешь ты этого или нет но им за там 50 за 60 до 100 лет ну может кто-то из них и доживет но я что-то сильно сомневаюсь вот то есть они уже в прошлом а люди они в будущем поэтому это не неправильная постановка вопрос какая ну такая типа для нас типа делай выбор мы сделали выбор это им предстоит делать выбор и наша задача обеспечить их возможностью выбора я согласен полностью вообще со всем что происходит и что ты говоришь я же вообще не спорю а просто спроси я понимаю да но это же понимаешь это такой довольно больной вопрос потому что но тоже вот например все кругом говорят про протестное голосование на умное голосование вот ты идешь на сайт и тебе показывать за кого голосовать чтобы типа расстроить там я не знаю кого-то там не знаю единую россию что-то и я в целом выслушал все аргументы и мое мнение что я не готов голосовать за коммунистов слушай вообще не давал насрать как ты вот вот выбирая между голосованием за коммунистов до поднасрать я да да слушай вот я знаешь недавно думал о том при таком невероятном уровне потребления населения россии вообще в целом ну как бы невероятный уровень потребления вообще в целом в мире и везде на что еще коммунисты надеются я вот просто не понимаю это странные страшные я имею ввиду вообще но ты же понимаешь что коммунизм как идея она невероятно сильно устарела точно так же как наверно ну аудиокассета это тебе так кажется нет потому что у нас был попала попытка для нас это идея устарела а ты посмотри вот что пишут условно там либеральные сми сейчас будет давай россия да ты посмотри что там условно ли как выглядит либеральный дискурс в америке он очень левый то есть люди там всерьез обсуждают левые идеи говорят что маркс был прав ты им говоришь что чуваки вот типа в двадцатом веке по идеям маркса пытались построить довольно много государства они либо развалились либо чуть не уничтожили собственное население либо выжили как китай да ну построили технофашизм ну то есть технофашизм то есть отличный отлично технофашизм то есть и они говорят ничего страшного первые самолеты тоже падали понимаешь ну типа надо еще не ну ты вот думаешь что реально коммунизм нашей стране еще кто вот ну я не знаю здравомышлись здравомыслящих людей которые будут реально хотели коммунизм сейчас в идее где все общее учитывая что сейчас у каждого избирателя есть собственный аккаунт в инстаграме идея коллективности она абсолютно сейчас противоречит некоторым изменением в жизни человека вообще в целом вот это вот эта вещь это сильное изменение сильно в жизни человек а тебе скажут что это как раз изменение и позволяет коммунизму работать раньше проблем в чем был так этой как его экономики плановой в том что план был плохо составлен у тебя условно один товар ехал в одно место водить другой в другой а сейчас бы сейчас бы все это сделали с телефонами как алиэкспресс заказ размещаешь у тебя весь план он сразу виден апдейтится не надо там письма писать отчеты с нами рубрика ебучая география самое лучшее название эти рубрики даже есть фанаты неплохо да они внизу пишут что смотрю куджи только из-за ебучей географии вот это рубрика авиасейлс и сегодняшняя страна что ты знаешь про бангладеш бангладеш это азия дальше юго-восточная азия я не знаю это азия бангладеш но это не очень богатая страна это не очень богатая страна сто процентов стали мы там очень опасно столица бангладеш город дака это один из самых грязных городов в мире вообще там есть река буриганга она считается немного существует на планете водоемов естественных которые признаны биологически мертвыми то есть там не живет ничего ну за исключением там брюшного тифа эта река настолько грязная что ну конечно да все запрещено сбрасывать но туда сбрасывается канализация туда даже нельзя сбрасывать мусор что это бесчеловечно по отношению к мусору да разумеется настолько чтобы мусор не страдал то есть там есть пластик трупы плавают в общем все вот это вот и на эту реку в принципе можно посмотреть единственное что она очень сильно воняет и к воде нельзя даже подходить то есть воду не используют даже техник технических нуждах потому что она настолько чудовищно отравлено вот как тебе я сделал фотки ничего себе нет нет но это была рубрика хотя хотя в такие места нужно съездить нужно чтобы посмотреть что человек сделал да он да 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 нужно посмотреть на такое это была рубрика ебучая география с авиасейлс места куда в принципе съездить можно но может быть не нужно хотя тимур считает что вот на посмотреть на эту буригангу вполне было бы неплохо поисковик билетов авиасейлс мне написали письмо сейчас в москве идет несколько дел нам связанных с протестами вот и мне написал письмо один брат одного из тех людей кого судят сейчас скажу брат айдара губайдулина вот ему светит сколько там несколько лет ему светит за то что он вышел на митинг вот и человек пишет об чем я бы написал просто так потому что он написал говорит вот если вы можете это обсудить в куджи судить давай обсудим что что вот что что ска я не знаю что сказать потому что это абсолютно бессмысленная вещь бессмысленная для всех ну то есть почему мы слушаем милицию когда она к нам подходит ну подходит к тебе милиционер что-то говорит почему мы их слушаемся потому что это условно такой порядок вещей порядок вещей он основан на нашей вере в то что эта система работает идем к врачу они идем гадалки потому что мы знаем что врача есть лекарства и современные технологии а угадалки ну не все тогда делают угадалки есть там я не знаю там лягушачье говно и она конечно может быть волшебное но лучше пусть у меня будет мрт вот рассуждая в этой в этой истории мы видим под абсолютно такое же разделение вот у тебя есть суд этот суд публичный суд приносят этот видеозапись где человек ничего не делал суд эту видеозапись либо не рассматривает либо говорит ну вот видеозапись противоречит протоколу который подписали милиционеры но мы верим протокол вот на видео так а протоколе по-другому нам кажется что в протоколе правда то есть вот человек получил четыре года котов он получил четыре года потому что у него было было это был четвертый или пятый привод за митинги он вот на них выходил его арестовали потом дали ему этот как его штраф а потом есть такая статья где написано если неоднократно с опасностью для общества типа вот то на лови срок реальный вот и ему дали четыре года на видео видно как он выходит из метро до его просто скручивают а потом в протоколах написано шел скандировал лозунги типа мешал проходу там людей машины все такое в этой всей ситуации конечно я хочу всем этим ребятам сказать спасибо потому что мы лично для меня мы конечно в очередной раз убеждаемся какая российская полиция абсолютно не мужественная вот это вот эти вот люди космонавты ну нет я вот когда просто это же вот есть полиция и полиция короче я как бы до какого-то времени наверное на меня работала все вот это сериалы ну и так далее и так далее и так далее в какой-то момент они исчезли но сейчас я понимаю что российская полиция как я неоднократно говорю в этом подкасте мы неоднократно говорим очень сильно себя дискредитирует первое конечно вещами которые происходят не в рамках правого поля себя поведение не в рамках правого но и для меня вот сейчас самый такой поворотный момент моего отношения к полиции это момент именно пропало мужество вот это потому что за что этих ребят всех как бы судят схватил за маску тут же хватил за маску поймал дубинку как мы в прошлом году кинул сколько веса мне во мне 90 килограмм вот а во мне это я короче 104 и вот представь что я пошел на митинг и милиционер там решил меня схватить и поволочь да а по мне ну так сразу не скажешь что 100 и он резко дернул и у него в спине защемило да сколько 10 мне лет ну вот примерно про это я и говорю то есть а прикинь ладно вот такая еще ситуация я выхожу перед например строим ментов милиционеров простите вот и например например начинаю им выкрикивать математические задачи квадратное уравнение да они потом возвращаются домой и плачут это фикардио это решать не могут решить и они испытали боль ну что мне здесь теперь двадцатка потому что я много причинил боль сразу большому количеству сотрудников полиции я их спросил x квадрат минус 5 x плюс 6 какие корни понимаешь все и боль боль страдания люди просто плачут рыдают на меня заява за заяву я сажусь на много лет психологическое оружие она страшнее потому что чем история про квадратное уравнение хуже чем пластиковый стаканчик который полетел в полицейского или там вот эта история поднял забрала то есть понимаешь ты типа дотронулся до забрала причинил боль я я не знаю для меня это очень странно но точно не с такой легкостью я себя был бы полицейским и меня бы схватили за шлем и потом бы этого человека посадили на пять лет но мне бы наверное было бы стыдно мне бы тоже было стыдно ну он даже в меня не стрелял это даже не преступник это даже не преступник то есть я не знаю вот все эти фильмы получил пулю в бой ну знаешь да да есть же есть же полицейские которые реально борются с преступностью ну реально опасно ну вот да конечно вот опасность их ждет вот да да вот здесь не очень понятно вообще у в урной тебя кин в тебя кинули урной мусорной урной в тебя кинули в тебя кинули мусорной урной урной ну и кажется им всем надо задуматься я против насилия абсолютно любого абсолютно я желаю им всем чтобы они на своей службе не сталкивались с большей опасностью чем захват шлема а вот как считаешь ну вот ведь все вот эти люди которые вышли на протест они имеют право протестовать да конечно вот это самое важное тоже понимаешь что это отрицание их права я не очень понимаю почему это является точкой для обсуждения почему там какой-нибудь мразь типа соловьева да но как по-другому его еще называть вот он типа берет и заявляет что их там их мало допускаю что он реально искренне так все думает у чувака вид на жительство нет а вот слушает но вот он реально на жительство где это все знаю все но ты допускаешь что он реально так считает нет я думаю соловьев все прекрасно понимает я думаю что он очевидно любит хорошую жизнь понимаешь вот и у него есть вид на жительство у него есть вилла и вся эта история и слушай но сдает он свою ненависть очень хорошо под подача у него очень хорошим и особенно я люблю свой когда в этой своей студии радио это он так сидит и вот прям ну я так не могу нон-стопом пять минут выдавать так что все в студии затихают в apple watcher и с двумя телефонами да и просто а еще он параллельно в свой телеграм-канал шутки пишет и в twitter и в twitter и в twitter но это это какая-то история понимаешь но я не понимаю как этому ну как это можно делать ну твоя же профессия но если она с другой стороны брата на свободе это же не вопрос свободы слова наш тебе никто не говорит типа чувак пусть там все говорят это же очень простая вещь вышли люди почему ты думаешь что они вышли за деньги как на зачем ты вот это зачем ты врешь есть лишь ты хочешь подъебнуть оппозицию до миллион вещей расскажи миллион есть рассказать чего есть экономическая программа нет ни у кого кто-нибудь задумывался о таких вещах нет понимаешь миллион есть вещей для конструктивного диалога понимаешь ты как бы можешь их подъебывать но хотя бы делай это по-человечески когда ты скатываешься к тому что блять типа вы все говно ну это не не аргументация ты берешь просто часть населения своей страны называешь говно а дальше говоришь это говно мы должны жить так как будто этого говна нет игнорировать просто вот этот кусок говна и вообще типа не делать вид что их не существует а где оно типа начинается где заканчивается да да спасибо надо заканчивать с этой темой да это правда просто она всегда не однозначно это всегда потому что тоже не хочется знаешь типа эхо москвы сюда приносить давить с другой стороны не хочется и в россию сегодня хочется как-то нащупать что-то вот адекватное в этой истории знаешь хочешь сказать что вы не правы все а вот жизнь она типа такая типа отпустить надо ребят и все вот единственное что в это да это да это да да ты если я не ошибаюсь отвел сына в первый класс отвел сына в первый как тебе ощущение вернуться я ну был крутой момент когда было было собрание и мы пришли такие с родителями сели в этом классе и значит пришла учительница директор стали нам рассказывать как будет учеба и вот у меня прямо случился прям флешбек на одном слове я понял что вот есть слово которое я вот сто лет не употреблял и давно просто не слышал перемена слово перемена вот перемена в жизни жену перемена мы понимаем как что-то поменялось да и мы говорим перемены а вот перемена как вот перерыв она такая через горит у них будут длинные перемены потому что еще пока маленький сколько сейчас перемена длина 20 приколять минут у них по 35 лет у тебя а потом домашнее задание потом значит электронный дневник и ты такой сидишь и это прямо вот совсем твоя жизнь будет повторяться она не будет повторяться я вспоминаю все что было в школе и у меня вверх не очень много воспоминаний а во вторых я я не был фанат своих первых классов я отчетливо помню всю свою школу представляешь я вот прям помню что было в каждом классе я вообще настолько видимо не любил школу что я все запоминал что у меня там а я наоборот выдавил ты знаешь я из тех людей которые ни разу потом свою школу не пришел после того как оттуда ушел ну в плане да типа по ностальгировать по ностальгировать ни разу у меня вот у меня ни разу не возникла мысли туда вернуться и повспоминать что-то я учился 7 лет в одной школе последний соответственно в другой вот с 8 по 11 и вот в эту вторую школа возвращался в первый нет и вот наверно у меня также я большую часть учился в одну школу туда не возвращался потом я полтора года учился в другой школе ну наверное туда я приходил но вот так прям вот и это удивительно что ты смотришь и вдруг вспоминаешь что вот я не помню честно не помню даже как за звали мою первую учительницу я забыл это совсем но я помню что у нас не ну не срослось ты знаешь меня всегда преследовали классный руководители с именем людмила у меня с 1 по 4 класс было классно руководить по моему по моему было понятно ну как у меня моему или нет но потом была потом ну да да по моему по моему классно руководитель классно это должность классно руководитель руководитель класса у меня потом дальше даже было еще 1 линейка мы привели значит ребенка ну там был классный момент мы привели их поставили а сейчас укрупнили школу тоже типа знаешь как избавились от плохих школ как взяли хорошие школы объединили их с плохими и плохие сделали филиалами хороший и типа теперь вот одна школа это например 5 да серьезно я смотрел на премьере первую серию фильма сериала учителя ты не знаешь не смотрел я я посмотрел первую серию там как раз таки и вот такое произошло сто одну школу объединились другой какой-то и что и что дальше это я видел трейлер этого сериала и он охуенный не я посмотрел первую серию играет неплохо песня гражданской обороны долгая счастливая жизнь в исполнении детского хора я просто более крутой вещи в жизни ну давно не слышал ну что там текст такой долгая счастливая жизнь каждому из нас вот это так типа под линейку очень хорошо ложится и вот кстати линейка вот стоят эти дети и все и потом должны одиннадцатиклассники ну во-первых школьные линейки не поменялись это важно там играет та же самая музыка там та же самая атмосфера нервозное все а главное детям там также не хочется быть то есть одиннадцатиклассникам там уже ни к чему быть а первоклассники они вообще не вдупляют то есть ты прикинь тебя подняли поставили дали цветы говорят держи у меня кирилл вот так ставил да он даже не мог опустить ему потому что сказали держать он такой серьезный момент вот и потом их должны были заводить одиннадцатиклассники в здание школы и их повели одиннадцатиклассники они берут каждый себе первоклассник много по первоклассники ведут и я смотрю кирюха идет с чуваком рядом им их ну типа никто не ведет и я хотел с него подойти тут подбегает чувак 11 классника хватает их за руки прям тащит школу чувак в черном черном спортивном костюме и бомбере вот чувак пришел на линейку я думаю отличное начало кирилла вот тебя правильный одиннадцатиклассник ведет в школу который пришел на линейку в спортивном костюме и бомбере такой бритенький это прям видно человека я всегда думал о том в чем я пойду в 1 сентября в школу для меня это было так важно прийти в новых туфлях не в новых туфлях в новой одежде смотри знаешь как я запомнил кризис 98 года давай как мне было 14 лет и на тот момент как так получилось что я промышлял тем что я продавал собак после слова промышлял ты знаешь как-то вот обидеть это реально был промысел это твои собаки да 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 никакого криминала просто породистые собаки было пару собак я продал девяносто местные несколько собак я продал там вот была одна собака очень породистая помесь кавказского овчарки с среднеазиатской овчаркой на лоба им очень красивый щенок и вот мой товарищ постарше у него вот он был омега и давайте его продадим ему вот поехали там был рынок где был такой отдел ну как это называется зооотдел птичий рынок раньше это называлось птичий рынок где птицы не продавали вообще да где продавали всех крови птиц да и мы там стояли и вот в этот день это был огромный рынок самый главный центральный самый главный остинский рынок на тот момент это в 98 год и наступил кризис вот этот и мы не так и не продали собаку мы рассчитывали и я рассчитывал на эти вырученные деньги купить там новые вещи в школу и так далее до этого и сегодня случилось а тогда почему то вот именно я помню почему этот год тогда в моду вошли помнишь вот эти замшевые туфли вот в какой-то момент все носили замшевые туфли с пряжкой да да был так ты помнишь это да и у еще как если что у нашей школы было школьная форма это были черные брюки и бордовые пиджаки вот главное смотри бордовый пиджак с черными брюками и замшевыми туфлями это реально смотрелось очень круто ну то есть и вот вот в час бы ты конечно так не оделся нет почему да не они это это круто выглядит черная с темно-бордовым не вот ярко будет как а вот хорошо темно-бордовый пиджак с цветом плохо темно-бордовый пиджак черные брюки и черные замшевые туфли вот я их безумно хотел вот мы пришли я пришел на долине в девятый класс половина школы всех вот этих вот именно пацаны за которыми все следили все в замшевых туфлях а вот у меня не было я так это запомнил видимо поэтому я скупаю любую обувь которая мне нравится детская травма сто процентов тех замшевых сто процентов ты знаешь что они могу выйти из дому не погладив одежду любую это вот у меня оттуда пошло потому что моя мама сказала у нас не очень много денег ладив погладив да ты всегда должен выглядеть просто опрятный имеет все должен выглядеть опрятным при том ограниченном количестве вещей которые у тебя есть потому что ты должен всегда поэтому держать чистоте я никогда не выхожу на улицу и вот это мне оттуда пошло прикольно я очень ну я очень много думал о том какими я приду первого сентября в школу вот этот это должна быть смена стиля всегда как правило денег не было ни до что это максимум джинсы и так далее вот я про старший класс я просто возвращайся трейлеру учителей вот прописано долгая счастливая жизнь я когда пришел на эту вот на линейку я вдруг понял что песни те же самые понимаешь но типа алиса включи песню про 1 сентября включаем подборку песни лишь даже подборка есть алиса включи следующую песню в че это что дважды 24 вот что тебе хочется под эту песню делать явно не идти в первый год десятилетнего проекта мне хочется под эту песню делать разные глупости а мне наоборот кажется что это такая типа алиса выключи песню мне кажется что эта песня наоборот навевает какую-то такую знаешь типа грусть это как будто взрослые знаешь что у меня раскачивала какая песня вот это на французской стороне это уже про студентов там типа про то что типа ты поедешь учиться от родителей бухать и развлекаться школа это не про это все школьные песни они ужасные какие-то ну они варьируются от странных к очень грустным то есть ты слушаешь песню и не понимаешь как эта песня вообще может мотивировать тебя идти в школу эти все песни написаны чтобы вот взрослые на линейке погрустнели знаешь типа классное было время а на самом деле нет ни одной песни которой для детей которая бы говорила типа школа давай 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 так зажигала их знаешь мотивировала как тони роббинс да да слушай а ты помнишь этот сериал про школу простые истины который назывался не помнишь ты про школу москва где был гриндерс такой персонаж потому что он был в гриндерсах неплохо я помню дата появился парень который просто курил травку с ними и там они сделали так что у кого-то была ломка чтобы холомка что нужно скорее принесите мне травку ломка это очень хорошо вот там же ты знаешь вот как ты думаешь можно детей ради их блага обманывать вот можно им пороть вот такую вот хуйню впаривать чтобы типа в дальше им было типа лучше смотри две вещи по поводу наркотиков я думаю детям не надо с детьми не надо лет 16 вообще говорить о наркотике чтобы они не знали что это такое вообще в целом момент секса обязательно нужно обсуждать самого раннего детства с первого класса надо ребенку объяснять что такое секс почему чтобы он подвергаясь сексуальным допустим каким-то действием со стороны взрослых неважно мог их интерпретировать да мог их интерпретировать осознать что в данном случае взрослый поступает со мной неправильно чтобы он понимаешь сексуальное образование надо вводить с первого класса чтобы ребенок понимал некоторые действия взрослого в отношении себя в плане наркотиков это смешно взрослому тогда меня я такой да надо быть осторожней все надо быть осторожней в нашей школе просто в моей первой не было проблем с наркотиками наркотики были слишком дорогие все дышали клей а не было такого в простых истинах что нет простые стены это московская школа ты не понимаешь я понимаю просто в простых истинах никто не говорил смотрите у него дозы и показывал знаешь там момент такой знаешь вот а у нас чтобы ты понимал в школе были линейки до линейки на которых выходил директор и я помню одну историю она рассказывала вот что вот вы может быть слышали что вот там соседних домах два мальчика отравились на братан ты конечно это все рассказы но я знаю чем я буду заниматься вечером пересматривать простые что осталось актерами сериала просто я так и думал вот есть две вещи через две части хорошо да вот и все ничего рассказывала по учительнице что вот директор рассказывал что подышали этот ацетон и умерли 22 мальчика поэтому не дышите ацетон или по крайней мере не наклад не накрываетесь клеенкой дышите по крайней мере пока и такой посыл нормально по крайней мере это хорошее было и вот я тебе говорю поэтому мне как-то вот правда у меня в школе не было вот этого всего там не было наркотиков героинов и так далее просто были люди ну все сигареты это максимум даже не было травы вот я помню что в школе не было травы травы у нас тоже не было вообще не было ну то есть всего этого не алкоголя было ну так неси вот сигарет было много вот все курили в целом а так конечно забавно да что с ребенком ты проходишь весь свой путь заново но условно иногда думал от у меня будет ребенок и вот он пойдет в первый класс то садик меня еще так позитивно вспоминаю но там пойдет в первый класс и не по сути ты всю эту опять заново всю эту жизнь будешь с ним проживать просто с другой стороны мне кажется что здесь ты выработал себе модель поведения ты вот будешь приходить ребенка ругать после родительского собрания я вот нет родительское собрание знаешь вот смотри всегда когда мои родители приходили с родительского собрания меня всегда ругали за то что у меня плохое поведение просто что это значит плохое поведение знаешь ну ну я маленький мальчик но не могу я на одном месте сидеть 45 минут но это но это пиздец как тяжело блять ну вот реально это очень тяжело на одном месте сидеть 45 минут и нужно допускать что некоторые вещи мне не интересны кот одновременно андрей мне было абсолютно не интересна физика но при этом очень сильно интересна химия ты понимаешь что твои рассуждения особенно охуенно смотрится с игрушечным пистолетом которым ты раз рассказываете свои истории размахиваешь нет нет я просто лишь хочу объяснить что плохое поведение за которые меня все время ругали родители это абсолютная норма для 12 13 13 лет не 14 лет 15 лет него 10 летнего человека но не могу я усидеть на совместивании вот я в жизни не буду делать поэтому поводу за за плохие оценки за плохие оценки знаешь я буду выбирать где можно получать плохие оценки а где нельзя получать плохие где нельзя например где нельзя я бы наверное опять таки я бы хотел чтобы мой сын или моя дочь не знаю ну вот английский точно должны быть хорошие оценки после этот язык по себе опять что я вот реально я на уже комплекс что не знаю английский язык английский должны быть хорошая тематика должна быть хорошие ты должна ты должен разбираться в математике не обязательно становиться математиком но ты должен понимать что вся жизнь вокруг это цифры и логически составлять какие-то свои расходы приходы и так далее дальше во взрослой жизни но нужно знать математику до дальше историю не думаю что это обязательно почему вот это кстати интересная мысль она меняет история она меняется значит я бы больше хотел бы чтобы знаешь не какую-то размытую общую вещь изучали да история там чего-то у меня был отличный урок называлась история искусства да вот вот это мне сильно нравилось вот отдельный урок история искусства вот отдельный урок мы приходили и реально мне было интересно слушать историю искусства определенных каких-то вещей фактически да почему объясню почему потому что когда ты говоришь про историю искусства это объясняют сразу на объекте картина вот ты ее видишь она существует тебе рассказ про нее дальше история науки я тебе приведу пример что это очень крутая мысль потому что это то что чаще всего в истории выпадает история пытаются преподавать как вот знаешь общую какую-то руку будто как будто ты реально в шестом классе ли там в седьмом когда ты можешь блять понять что такое крепостное право вот прям можешь понять что такое да крепостное то есть сука ты как бы шестой класс какой крепостной право там или там что вообще ты можешь fortunate поэтому это потом история на раз ты я тебе скажу что например вот я когда потом читал всякие вещи у меня например Есть какие-то вещи, которые тебе не рассказывают Но ты потом думаешь, почему их не рассказывают Потому что, например, ты знал, что Иван Грозный Он к британской королеве подкатывал Он ей писал письма Типа тогда так было, что типа давай Замутим И ты такой думаешь Вот еще что бы я делал Я бы, наверное, знаешь, подготавливал Я бы разделил вот так Я бы разделил 12 классов На две части На 12 лет Я бы разделил на две части Шесть лет и шесть лет Шесть лет ты готовишь человека к определенному этапу Вот, допустим, с первого по шестой класс Ты его учишь таким вещам Как история искусства, история науки И так далее Английский, нагружаешь его, математика Ты их как будто бы подготавливаешь Чтобы потом, после шести лет образования Они выбрали направление, которое они хотят Ну, то есть, кому-то, если интересно Химия, физика То есть, естественные науки Кому-то интересно гуманитарное направление Кто-то, может быть, вообще на чем-то одном Хочется сосредоточиться и так далее Как-то бы вот так Слишком много общей информации Которая... Зачем она нужна, общая информация? Мне кажется, уже современный мир любит точности Может быть Слишком... Вот история Вот предмет истории Какая она огромная Многое это не нужно Потому что многое неправда Да там еще просто она отдельно Ну, ты типа... Тебе сначала рассказывают Мировую историю, потом историю России А на самом деле с другими... А еще у меня было в классе История Осетии То есть, я три разных истории учил И они вообще еще не пересекаются Ну... Они так построены, что они не пересекаются Конечно, да То есть, тебе никто не объясняет Что эти вот события происходили Одновременно То есть, ты даже... У тебя не укладывается это в голове И как бы вот эта связь теряется Есть ощущение, что ты просто учил Три разных историй Просто три разных предмета Вот, и про это я и говорю Что нельзя детей, которые в школе Чересчур сильно ругать Они в школе не учатся Вот мне кажется, что история Про то, что детей нельзя... У нас было классное исследование, кстати На Н плюс один мы про него писали Не у нас было, а мы про него писали Что вот ты... Когда дети... Когда ты косячишь с детьми Ну, то есть, другой ребенок делает ребенку больно Или ты случайно Детям все равно, что ты хотел сделать То есть, они не принимают во внимание Что ты пытался сделать Им важен только результат Если им больно, они на тебя обижаются То есть, так дети устроены Потом, когда человек взрослеет Он начинает принимать во внимание Типа, что ты хотел сделать И если у тебя что-то не получилось То он, соответственно Человек... Ну, хорошо, ты пытался Не получилось Как случайно наступил на ногу То есть, тебе человек наступил Очень сильно извинился Ты такой, окей, без обид Так вот, выяснилось, что люди Которые стареют Они снова возвращаются к режиму Когда им, типа, похер на то, что люди хотели сделать Им важен результат То есть, они смотрят только на то, что происходит И если ты случайно накосячил Они все равно склонны в этом видеть Типа, халатность Как будто ты знал, что может выйти херня Но все равно так стал делать Да? И вот это вот отношение к детям Когда ты их судишь Да? Вот в таком режиме Вот, ну, потому что ты их судишь Как старый человек Когда ты говоришь Вот дети должны сидеть И не шалить условно Ты тем самым просто Ну, делаешь против природы Я вообще ненавижу слово дисциплина Ты знаешь Я просто... Ты же понимаешь, что мы пришли к тому Что вот нет ничего плохого в том Что студенты протестуют Это естественно их состояние Абсолютно Все Потому что они же... Это 20 лет Они до сих пор не могут понять Как устроен этот мир Что с ним И они двигают его вперед Тут ничего с этим не понятно Они, ну, типа Та сила, которая все движет вперед Потому что они сомневаются Конечно Когда человек рождается Он начинает адаптироваться к новой среде И некоторые вещи Он не хочет в рамках правил действовать Он хочет на своих правилах действовать Совершать свои ошибки Совершать свои ошибки Сомневаться Конечно Спасибо Нет, подожди Алиса Поставь саундтрек криминального чтива Включай сборник Альбом Криминальное чтиво Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!